Настоящий материал, информация, произведён, распространён и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Историями успеха все размахивают, как пенисами. Кто-то убежал от чекистов, кто-то просто от общей несвободы, кто-то просто за деньги, да. За деньги, да. Убит Навальный киллер Красиков на свободе. Безусловно. Для Путина и людей вокруг Путина это абсолютная их победа, потому что они одним щелчком собрали всех мерзавцев. Украина проиграет войну? Мы делаем всё, чтобы нет. Весь мир забрасывает бабки за забор, бабки за забор они выпускают. Илларионов чётко сказал, они совершили феноменальную суицидальную глупость. Как вы пережили смерть Навального? Спорт и алкоголь. Программа «Грани времени. Интервью». Мой гость – предприниматель и общественный деятель Евгений Чичваркин. Евгений, здравствуй. Здравствуйте. Не избежать нам главной темы, многие это называют историческим событием. Удастся ли оппозиции сплотиться, когда в полку прибыло? Яшин, Пивобаров, Владимир Карамурза, младший. Я думаю, что нет. Не удастся. Мне кажется, что, может быть, центров силы будет чуть больше, чем было, потому что, безусловно, когда люди приходят после жутчайшего пыточного испытания российской тюрьмой, к ним кредит доверия огромный. Как бы нелепыми фразами некоторые из этих моих коллег уважаемых не расстреливали этот кредит, он еще какое-то время будет очень большой. Безусловно, Карамурза был частью нашего антивоенного комитета, надеюсь, он и останется важной частью, потому что людей, которые могут выступать на хорошем английском, быть принятыми в парламентах, госдепах, писать вдумчивые, серьезные статьи на хорошем, еще раз, политическом английском, их не так много. Люди, которые рукопожатные на уровне втором, третьем, а иногда и первом в цивилизованных странах, он не очень большой, этот список. И поэтому, безусловно, я за них очень рад. Что они вернулись, что они на свободе? Я не верил, что они на свободе. 1% политических, российских политических заключенных, это на 1% больше, чем 0. На каждую из этих жизней больше, чем 0. Я честно, как и Карамурза, могу подтвердить его фразу, когда он вышел, сказал, я был уверен, что я умру в тюрьме. Но, опять-таки, смотреть в глаза Евгении Карамурзе этой зимой в Берлине мне было очень сложно, потому что я думал, что я должен поддержать, но ничего честного, поддерживающего мне не приходилось сказать. Слава Богу, их отпустили. Безусловно, для Путина и людей вокруг Путина это абсолютно их победа, потому что они одним щелчком собрали всех мерзавцев к себе. И это будет означать, что выполняйте приказ, мочите, стреляйте, и мы вас вытащим. У нас еще украинские дети в заложниках, азовцы, поменяем. Ну, как раз сейчас пошла спекуляция на эту тему. Некоторые наблюдатели говорят, что вот смотрите, Путин прагматик, с ним можно иметь дело. Нет, дело иметь нельзя, потому что этот прагматизм, он выгоден ему, не выгоден всему миру. И прагматизм, он очень в одну, в свою сторону. Безусловно, если вдруг завтра, не знаю, спецоперация Главного управления разведки Украины захватит важнейших ФСБшников и каких-то крайне важных для Путина людей. Начинается торг. Безусловно, они кого-то на кого-то поменяются. Здесь уже видно, и уже не первый раз видно, что это работает, как было с кумом Путина и так далее. А кого может еще Путин взять в заложники, тех, кто находится в России? Любому сотруднику дипмиссии подбросить наркоту 228, на семерочку упаковать и дальше торговать. Или Лукашенко попросит что-то сделать? Как это произошло с этим немцем? Я не знаю. Можно достаточно большое количество людей. Ходят еще нобелевские лауреаты, ничего не боясь. Простите за... Наводку. Ну, я всегда боюсь за... Ну, вот, простите за такую наводку. Поэтому, всегда этом... Гадость исполнить... Поле для гадости, оно безграничное. Можно исполнять в любом количестве. Хоть влево, хоть вправо. Путин подменил предмет торга. Убит Навальный. Киллер Красиков на свободе. Этот вариант рассматривался Путиным изначально? Я абсолютно уверен, что Путин не собирался обменивать Навального. Он сделал все, чтобы те поставили на доску все фигуры. Потому что Навальный единственный человек, единственный, своей харизмой, своей стойкостью мог объединить. Если не объединить оппозицию, то усилите в БК настолько, особенно если бы он был обменен. И если вот, представляете, какой кредит доверия, какой пиетет к тем, кто сейчас освобожден, с каким бы мощнейшим политическим капиталом вернулся бы Алексей Навальный. Такого, естественно, позволить себе Путин не мог. Зная его принципиально, что он будет рубиться до конца. И, безусловно, это была операция. Все, чтобы те выставили все фигуры на карту, а эти... Да, ну, полгода еще подождали. Ничего, а этим-то спешить некуда. Эти же Красиковы сидят не в зиндане, не в пыточных условиях. У них трехразовое питание, адвокат. Если бы немцы принципиально поставили вопрос, что мы ни при каких условиях не выдаем Красикова, Навальный мог остаться в живых? Не думаю. Может быть, чуть дольше, но была задача, чтобы прекратились спекуляции и возможность какого-либо... Ну, сейчас там экономически стабильно. Вдруг, вдруг, там, не знаю, Китай послушается, Саудовская Аравия послушается. И вдруг начнут отменять не только россиян, а платежи за российскую нефть. Вдруг. Да, это же было уже в истории, это может гипотетически, хотя вряд ли, но повторится. И на очередях в обменниках люди задаются вопросом, кто виноват. Сейчас никто никакими вопросами не задается, сейчас все ровно, стабильно, зацементировано, бетонно. Поэтому Навальный был абсолютно опасен. При всем моем уважении к тем людям, которые Путин освободил, я не думаю, что кто-то из них может быть прямо объединяющим лидером. Не настолько, может быть, там, да, политически яркие, а яркие, там, в смысле художественного проявления, да. Если говорить о, все-таки, руководить и пытаться координировать очень склочную, мерзотно склочную, раздробленную российскую оппозицию, это нужно иметь серьезный размер воли. Вы в свое время возлагали надежду на Юлию Навальную, когда она выступила после смерти своего мужа. Вы рассматриваете ее как политическую фигуру? Безусловно, безусловно, это все еще. Я ее прям очень уважаю, и мы в хороших, очень, очень хороших отношениях. Всевозможно, как в любой момент, когда мы чувствуем и поддерживаем ее. И мне кажется, что у нее этот исторический шанс не исчерпан. Вероятно, когда будет роуд-шоу с книгой, который выйдет через пару месяцев, этот шанс еще будет. Но ей нужно, наверное, объявить о каком-то общем сборе или дать всем трибуну. И она скажет, сядьте все за один стол, и все сядут. Пока еще. Пока еще. Через какое-то время человека, который так скажет, его не будет. Какой срок годности российской оппозиции за рубежом, учитывая, что в России Путин железобетон? А Путин его все время продлевает своими гадостями и следующими мерзостями. Вот казалось, уже все исчерпано. А раз следующее чудовищное преступление, и порядочные люди эмоционально реагируют так, что этот срок годности продлевается. — Белая миграция из нашей советской истории, она растворилась. — И мы растворимся. — То есть то же самое произойдет? — Абсолютно, конечно. — Тогда откуда ждать черного лебедя? — А откуда он прилетел в Советский Союз? Деды решили напасть на Афган. Было при той экономической модели, я не знаю сколько, 30-40 лет могли существовать спокойно еще. Потихонечку погружаясь в топи. — Но за 10 лет страна обанкротилась как раз в войне в Афганистане. — Потому что экономические мудрые решения, волевые, со стороны штатов с нефтью и зерном, посадили в ножницы неповоротливую российскую экономику. Сейчас экономика гораздо более поворотливая, сейчас сверху государство, снизу бизнес, который не убили и которому сейчас не мешают выводить крипту, заводить крипту, вот это вот кюлиш-мюлиш делать. Поэтому она гораздо стабильнее. Плюс совершенно другая стадия гиперцикла, нефть дорогая, деньги валятся такой рекой, газорогой изобилия. Они могут воевать любое количество времени на эти деньги. — То есть мы не знаем, откуда прилетит черный лебедь? — Мы не знаем, откуда прилетит черный лебедь, но поведение России и путинской военной хунты, безусловно, открыло для этих черных лебедей достаточно много окон. Поэтому, как шутил Стас просто класс, что касаемо выборов в США, мы не знаем, что там с выборами в США. И давайте дождемся и посмотрим, сделаем выводы, насколько это еще и как. — Вы много говорите об оппозиции, вовлечены как-то в их форумы или собрания. Вы финансируете как-то оппозицию или нет? — После того, как отмена всего русского произошла, у меня банки отозвали все кредиты. У нас были полтора тяжелейших года продажи рабочего капитала и отдачи кредитов. Я ничего сам больше не финансирую. Если у меня есть деньги, которые кто-то пожертвовал, я лучше куплю аппараты для диализа детей для Ахмадида, нежели для чего-то для русской оппозиции. И буду дальше продолжать, если стадия войны будет иная, я буду дальше продолжать ту деятельность. Может быть, я не буду активно это делать, но любое пассивное приглашение куда-то выступить, я всегда буду брать деньги, всегда буду отправлять украинским детям. — Почему я вас об этом спрашиваю? — Как это было и до войны. Восемь лет. Где я был восемь лет, я восемь лет вот этим занимался. В том числе. — Почему я вас об этом спросил? В свое время вы помогли Алексею Навальному, когда он попал в беду, вы оплатили часть его реабилитации, выздоровления, ну и так далее. — Готов был оплатить перелет, они просто не отказались, мы самолеты уже подогнали быстрее, чем тот. Но команда решила, что лучше Шарите, и это было правильное решение. Мое решение была опция «Б». Слава богу, что она была, и не воспользуюсь, ничего страшного. Ну, вот мы оплатили часть лечения в Шарите и часть содержания, причем публично в Шварцвальде, потому что для местной политической элиты было важно показать, что это не висит на налогоплательщиках. Окей, мне это было очень приятно сделать. — Важно знать российским обывателям, гражданам, на какие средства существует российская оппозиция? — Безусловно. — На какие средства? — В основном частные пожертвования. Частные пожертвования, я думаю, что какие-то фонды жертвуют. Кто как. Ходорковский финансирует себя сам и многих других. А ФБК финансируется большим количеством частных пожертвований. И как мы знаем, опять-таки, или не знаем, предполагаем, мы были свидетелями или становимся свидетелями скандала, как раз связанных с тем, что люди, которых обвиняют в мошенничестве, туда переводили деньги. Ну, и огромное количество порядочных людей переводили, так что это частные, в основном частные и какие-то зарубежные американские фонды. — Я почему-то вспомнил историю, несколько лет назад, когда мы с вами беседовали, вы рассказывали, что вы там стояли на одной из улиц Лондона или прохаживались, то остановилась машина, и какой-то молодой человек вытащил вам пачку наличной и сказал, передай это Навальному. — Да. — Вот такая традиция, она продолжается или нет? — Да, у молодого человека отец глубоко встроен в систему путинскую. — Вы еще говорили, что, не дай бог, узнает об этом папа. — Или узнает чекист, живущий у папы в печени. У каждого большого российского коммерсанта в печени живет чекист. Он вещает оттуда и контролирует его через печень. — Лондон по-прежнему нашпигован всякими шпионами, агентами. — Конечно. — Вы это как-то чувствуете или просто это знаете? — Мы просто это все знаем. — Что из того, что делает в последнее время оппозиция, вам кажется, наиболее успешной? — Как оказалось, правильнее всего было огромное количество раз упоминать, выкладывать фотографии и писать на всех языках про политзаключенных. Потому что их могло бы быть меньше на обмене, это могли быть какие-то другие люди, какие-то другие уступки. Это мог быть кто-то. Из-за того, что по тем или иным людям очень много было упоминаний, этих людей поменяли. А не успели включить, потому что, видимо, не было еще объявлен приговор Петри Чук и коллега ее. — Женя Беркович. — Беркович. — Есть большое количество людей, которые где-то находятся в регионах, о них не говорят, они, может быть, не так ярко выглядят, не получали золотых масок, глобусов и прочего. И когда следующие шпионы поймаются, наверное, у этих двух девушек прекрасных шанс на обмен будет больше, чем у еще тысячи людей, которые сидят по политическим статьям. И мы должны дальше об этом все время писать, и желательно на двух языках, чтобы даже кнопку перевода не нажимать. И опять-таки есть две степени поддержки. Первая степень поддержки — это упоминание, постоянное упоминание в соцсетях, а вторая — то, что делал и юристы, юридический отдел «Открытая Россия» Михаила Борисовича Ходорковского. И, безусловно, то, что делал ФБК, это лоббирование, такой джар лоббирования, постоянное воздействие на политиков стран с просьбой поменять, обменять и требовать у России свободы политзаключенным. Мне казалось, что это просто работа, которую там все должны делать. И я, опять-таки, корю себя, что делал этого, наверное, недостаточно. Но оказалось, что вот это то, что, оказывается, может сработать в том числе, безусловно, без воли, без интриги, выбранной в Штатах. Это могло вообще не появиться, потому что это, наверное, какой-то плюс в карму той команде Байдена, которая пойдет на выборы. Я не знаю, Камала будет, видимо. Отдельное спасибо Ивану Гершковичу, который оказался заложником Путина. Спасибо, наверное, все-таки Байдену и его администрации, которые решились и уговорили другие страны отдать бандитов-убийц и шпионов Путину. Потому что это большая политическая работа вот так вот все состыковать. У всех же свои амбиции. Кстати, о бандитах и шпионах. Вадим Красиков. Это Джеймс Бонд Владимира Путина с лицензией на убийство? Или это некорректная пара? Я не знаю. Джеймс Бонд, мне кажется, имеет какую-то положительную коннотацию. Но он убивал врагов Ее Величества. Служил короне. Ну вот, просто корона во всех, в большинстве странах воспринимается хорошо, с уважением. Все там хотят жить и работать. С британским паспортом ты можешь въехать в 140 стран. Поэтому служение короне – это одно, служение Путина – это другое. Просто очень много спекуляций на эту тему. То, кого он убил, он был боевиком, воевал против федеральных структур, властей, федеральной армии. И этот убийца, который был послан спецслужбами, вполне мог его ликвидировать как врага государства. Ну, хорошо, и Кадыров воевал против российских властей в Чеченскую войну. И есть до сих пор это видео, где он говорит, что он первого русского убил в 16 лет. Человек, рискуя собой, выполняет приказ, убивает другого человека, его спасают. Это яркий, большой сигнал всем, кого посылают на подобные задания, что мы вас вытащим. Родина вас любит, помнит, заботится. И сделает все, чтобы вы оказались, мало того, что на свободе, в комитете госдуры, с медалью, героями России и уважаемыми людьми до второго пришествия. Может ли Илья Яшин вырасти в крупного политика, который поведет за себя россиян? Давайте пожелаем ему это. Как вы пережили смерть Навального? Тяжело. Кроволол, алкоголь? Алкоголь, конечно, кроволол. Алкоголь? Барбитура – это зло больше. Нет, ну, конечно. Мы когда-нибудь узнаем, как его убили? Или как он погиб? Ну, кто-нибудь из них чекистов очень любит. Они обязательно где-нибудь потом похвастаются, у кого-нибудь найдутся эти записи, безусловно. Они бравируют этим. Обязательно кто-то об этом друг другу там расскажет, что знает двое, знает свинья. Мы узнаем об этом. Я пробежал два марафона подряд на лыжах, и на последнем переохладился, и у меня организм боролся за то, чтобы не заболеть. И это был последний день нашего лыжного отдыха в Сен-Морице. У нас должен был ранний быть, очень ранний обед, по-моему, в 12-30, на горе. Место называется Парадизо, рай. И я думал, что я покатаюсь с гор, потому что с гор я не люблю кататься. Ну, маленький был, любил, а сейчас только беговые лыжи. Вот, и я туда поднялся, и сидит Татьяна, которая пришла на пять минут раньше и плачет. Я спрашиваю, что такое у нас, говорит, Лешу убили. Я первый, понятно, какое-то время неприятия отрицания, ну, несколько минут. Потом я собрался, выпил водки, позвонил Юле, умоляя ее, чтобы она даже не думала возвращаться. Видимо, таких звонков было достаточно, чтобы она поменяла решение. Вы когда увидели картины... Потому что я до этого читал, все время перечитывая свою переписку с Лешей, я понимаю, что я его недостаточно уговаривал, и неправильно, неправильно... Мне нужно было ему говорить жестко и агрессивно, схватить за ноги и не пускать. А я... Ну, точно ли ты, точно ли ты надумал? Какое-то мерзотное сопляжуйство, за которое я себя очень корю. Поэтому, наверное, здесь, понимая, к чему это приведет, таких людей, как я, которые, наверное, больше имеют влияние на Юлю, было больше. И, слава богу, она не поехала. Вы переписывались с Алексеем? Нет. Я посчитал, что очень важно, что там очень маленькое количество информации, которую можно передавать. Зачем я полезу со своей лирикой, если человек управляет, продолжает управлять ФБК, и все, что успевает записать и передать адвокат за очень короткое окно. Возможно, я передавал приветы, но я старался не зашумливать. Узкий поток информации, который есть между ФБК и адвокатом, и им. Ваше отношение к ФБК, которое существует автономно и не принимает участие в форумах, которые организовывают другие оппозиционеры? Я с огромным уважением отношусь к феноменально проделанной расследовательской работе, которую сделали ФБК в течение 13-14 лет. Я в приятельских отношениях, с кем я там знаком, со всеми в приятельских, разной степени приятельских отношений, забегая вперед, хотя любой сапер просит этого не делать. Я считаю, что фильм «Предатель» – большущая ошибка. И публично, и лично просил не разгонять спонсоров, и не поляризировать, пугая бизнес переделами, иллюстрациями и прочими, очень левыми хренями. Просил сосредоточиться, на мой взгляд, то, за что мы любили и поддерживали ФБК, продолжаем поддерживать и финансово, и публично. Это расследование по коррупции сейчас, а не интерпретация исторических фактов. Вас больше раздражает, что это не вовремя или некорректно и полуправда? Нет, это очень однобоко. Нет, факты, которые там есть, может быть, они правды, но если это время, там много было очень хорошего и очень плохого, представлять его, с одной стороны, это, наверное, не очень корректно. В политических целях, понятно, можно выдергивать какие-то факты и основываться на них. В этом и есть политическая борьба. Но когда у тебя марафон, организованный в поддержку политзаключенных, и у тебя за три недели до этого выходит, что Ходорковский предатель, а там у тебя приглашенный Ходорковский лайф, блядь, ну что это такое, ну что это? Сосредоточьтесь на враге России номер один, Путине, его военной хунте сейчас. И, безусловно, очень важен большой диалог по 90-м, он абсолютно важен. Но мне очень не близка эта левая повестка, которая была. Маше я все абсолютно предельно в лицо сказал. От дебатов со мной она долго-долго отказывалась и в итоге отказалась. Я пересмотрю свое отношение к КВК, если они продолжат в стиле предателей что-то еще. Все имеют право на ошибку. Я им всем сказал, что я считаю, вы совершили ошибку. Я эту ошибку дисконтирую. Лично я. А многие нет. Лично я дисконтирую, потому что, опять-таки, сменился состав сил внутри компании после гибели Алексея. Безусловно, на любую даже хорошо организованную политическую машину, можно сказать, она хорошо организована. Безусловно, это влияет, безусловно, там могут быть какие-то перетурбации. Если это новая повестка, дух фильма «Предатели», то я постараюсь остаться в дружеских, приятельских отношениях с коллегами. Но не смогу поддерживать, политически не смогу поддерживать эту левую повестку. Она мне крайне не близка. Мне центристская эта повестка не близка, как либертарианцу. Но мало того, что там фактологические ошибки, от нее очень неправильный дух, от этого фильма. Он молодым людям дает превратное понимание о том, что тогда происходило. На мой взгляд, у меня был взгляд совершенно другой. И он, так как я был молодой, и к этому моменту я ничего не потерял, кроме своих цепей, к 1991 году. Меня не забреют в армии, я смогу, не будучи комсомольцем, поступить в какой-то приличный вуз. В комсомол меня не взяли за поведение. И так далее. То есть я могу торговать, наконец. Это будет уже не фарцовка, а торговля. И так далее. Одним из аргументов у Марии Певчих, автора этого фильма, было то, что она продолжает дело Навального. Навальный об этом же говорил, она якобы это экранизировал. А мы разговаривали с Алексеем, и я утверждаю, что нет, его отношение и к бизнесу, и к тому, что тогда происходило, было гораздо более объемным и гораздо мягким. Безусловно, часть людей, которые воспользовались и приватизацией, и то, как ее делали, абсолютно мерзкие упыри. И политики, и какая-то часть бизнеса по любым моральным правилам являются нехорошими людьми. Но как можно взывать к исполнению советского законодательства и говорить, что они нарушали закон? Закон говно был. Все только рады были нарушить этот советский закон, потому что он не работал. Коммунистов боялись больше всего. И какую-то часть законов не меняли, потому что они через госдуру не проходили, потому что это все еще было место для дискуссий. Поэтому всеми путями пытались вытащить страну, развернуть эту голову на запад. Кормить ту голову, которая смотрит на запад, которая сейчас паникла, потому что она смотрит в стену. А голова, которая смотрит на восток, ест в три горла в нашем византийском гербе. Конечно, этот закон, его было морально нарушать и нужно было нарушать. Вы в последнее время очень много про это говорите. Перетащить страну к капитализму. Любым путем ее нужно было тащить в частную собственность и в капитализм. Тем более, при всем уважении к Гайдару. Ну, откуда он знал, как это делать? Он чувствовал, как это делать? Ну, опять-таки, он до этого работал в журнале «Прости, господи, коммунист». Вот. Или там Чубайс. Откуда они знали, как это делать? То, что у них были предельно честные намерения, я не сомневаюсь. То, что они по пути, так как они молодцы, что-то себе прихватили, я тоже не сомневаюсь. Но это абсолютно смешно по сравнению с тем, какого масштаба кошмара потом стали прихватывать себе. Ну, знаете, вам любой скажет, что в Чехии и в Польше тоже были реформы, но и были известные люди, тот же Бальцирович. Там как-то все прошло более-менее гладко. Смотрите, где было три поколения совка, три поколения отсутствия частной собственности, все очень плохо срослось. Где было всего два поколения совка, как, например, во всех странах Балтии. Когда деды помнили, как было правильно, вот информация передалась. Как в Западной Украине, как в странах Балтии, где не было 20-х и 30-х сталинских годов. С отсеканием всех, кто имел свое мнение, интеллигенции образованных людей. Опять-таки, ну, три поколения. То есть от дедов к внукам не передались знания, а здесь передались. Поэтому здесь относительно быстрое было восстановление в 90-х и разворот к капитализму. А многие страны, особенно, как здесь говорят, стран-кантрии, вот они еще более стали несвободными, чудовищными, мракобесными и так далее. Евгений, ведь одна из претензий того поколения, в том числе и Марии Певчика, это то, что вот те люди, которые проводили реформы, те люди, которые передавали власть одним другим, породили такого политика, некоторые его называют людоедом, Владимира Путина. Они привели его к власти. И вот если бы к власти пришел бы какой-нибудь другой человек, возможно, не было бы такого критического взгляда. Вы согласны с этим? Это государство в таком размере может, именно государство, не страна, существовать успешно, как государство, не как люди живущие, только в жестко-ордынской модели. Поэтому приход человека, как Путина, или превращение условного либерала с премьером Кириенко, как мы помним, и человека, который приветствовал в 2000 году, в 2001, Лондонский экономический форум, при котором было приведено несколько реформ, которые не только контрреформ, первые 4, 5, 6, 7 лет были, в том числе и достаточно либеральные шаги были сделаны. И в 2007 году баррель нефти стоил 140 долларов, если мы помним, в 2007 году. А в 2003 или 2004, когда он стоил всего 40, страна продолжала расти достаточно резко. И напомню, что у Путина тогда помощник по экономическим вопросам был Андрей Ларионов. Но запрос на ордынство, на вертикаль и на жесткую руку, ты можешь сойти с дистанции, проиграв следующие выборы. А можешь просто фасции, которые тебе несут в руки, их можешь взять и намотать на кулак, что и сделал Владимир Путин. Могли ограничиться только экономикой, но захотелось, к сожалению, какие-то комплексы детские, протанчики, самолетики, надрачивание на 27 махов ракет. Почему на переломе 2007-2008 года, когда был пик экономического подъема, он не продолжил это дело, не стал Ататюрком или Ли Куан Ю, или хотя бы Дэн Сяопином, а превратился опять или стал КГБшником, тем, который практически сегодня уничтожает свою собственную страну? Ну, смотрите, все работают, зарплаты выросли, все работают, безработицы нет, внутренний туризм, террасы полны, велодорожки, стройка идет, идет, торговля идет, да, с Востоком идет, деньги можно прислать в Эмираты, можно поехать за границу, можно получить шенгенскую визу, ну, без путешествия в Латвию, хотя можно и в Латвию прилететь, поменяв рейс в Париже, можно, Франция даст визу, даст. То есть все у него хорошо? Все хорошо, весь мир покупает, газ не так дорого стоит, нефть покупает, забрасывает бабки из-за забор, бабки из-за забора не выпускают. Вот, и там много бабок, потому что их не выпускают. Да, однако такой предприниматель успешный, как вы, вы живете не в России, а в Лондоне. Ну, много живут, там уже бабы нарожали за это время, многих других юных, молодых и успешных. Вот, поэтому хрупкая ли эта конструкция, когда там только восточная голова работает, а западная не работает, да, она гораздо более хрупкая, наверное. А все завязано на нефти, понятно, что еще какое-то длительное время будет дорого, а потом вдруг не будет, или могут они отказаться от российской нефти. Ну, гипотетически, если бы они это сделали сразу после войны, безусловно, она бы шарахнула куда-то под небеса, а сейчас было бы столько же, сколько сейчас. Только вообще Россия не получила бы ни копейки больше. Синдром суицидального поведения. Так, экономист Илларионов охарактеризовал поведение Запада касаемо санкционной политики. Он считает, что это не ошибка, а умышленно они поднимают экономику России, ну, и сами тоже зарабатывают деньги. Вы согласны с такой трактовкой? Да. Вы постоянно много месяцев, если уже много лет, твердите, что ни в коем случае нельзя покупать нефть у России. Это поможет ее как-то ослабить. Но при этом есть побочный эффект. Цены мгновенно вырастут. Ну, какое-то время, ну, как и с газом. Они сначала вырастут, потом Америка, грубо говоря, восполнит. Нет, Америка и аятские страны в Сауде можно выкачивать еще больше. А зачем? Им же выгодно продавать тоже дорогую нефть. Ну, нет, если она вырастет до каких-то ненормальных цифр. Ну, это может быть, а может и не быть. А может нефть стоит 200 долларов за баррель? Если она будет стоить 200 долларов за баррель, то через очень короткое время здесь все будет на газу, будет питаться от газа. В Европе и во многих других странах крыши будут покрыты панелями. Альтернативные источники еще поставят 100 тысяч ветряков, и нефть будет стоить свои 80-70. Этой экономической мысли 250 лет, и она неизыблема. Основная мысль критиков вот этой санкционной политики – это не покупать нефть, но в то же время открыть импорт, чтобы русские, россияне, богатые и бедные, покупали западные товары. И Луи Виттон, и Мерседес, и Порш, все. Конечно, это нужно сделать. Пусть тратят деньги, пусть финансируют европейскую экономику, где НДС идет на вооружение НАТО. А из-за забора деньги не выпускают. Если бы оттуда выезжало денег столько, сколько выезжало раньше, там уже был бы коллапс. Иларионов четко сказал, они совершили феноменальную суицидальную глупость. Если бы они сразу выпустили и деньги, и людей, вообще Путинам пришлось бы либо заканчивать это, условно говоря, захваченным на тот момент, и страну закрывать, чтобы людей больше не выпускать. Когда хотели выехать айтишники, айтишников бы выпустили тогда. Дали бы им, причем можно было с ними, им же не надо руку помощи, как украинцам. Им сказали бы, ну, минимальный, вот вам, грубо говоря, каждые полгода, пока идет война, продлевается рабочая виза. Открываются банковские карточки. Да, минимальный налог, который вы должны заплатить, две с половиной тысячи предоплата на полгода вперед. Вот, если налог больше, вы доплачиваете, если налог меньше, или его нет, никого не колышет. Вот сделали бы эту систему, все, вообще вопросов нет. Критики этого рецепта говорят вместе с релакантами, айтишниками приедут в Европу красиковые. Так они и так в Европе, они и так приехали, они и так приедут. Вот, визы и так выдают, они и так едут. У них другие паспорта, которые параллельно, биометрические паспорта на других людей, у них другие легенды, они и так выехали, их и так полно здесь. И здесь, вот прямо сейчас, вот прямо в центре религии. То есть через КПП Ларс они не поедут? Они уже здесь. Альфред Кох, хорошо знакомый вам, считает, что нет уж, дорогие мои, учеба в Сорбоне, Оксфорде, это привилегия, а не безусловное право, которого чистого московского мальчика лишили злые европейские бюрократы. Я с большим уважением отношусь к Альфреду Коху и считаю, что всех детей российских политиков и чиновников по максимуму нужно, безусловно, было сорбировать в самые лучшие университеты, чтобы они несли западный образ жизни, западный образ мышления и разворачивали эту ордынскую историю потом лицом на Запад. Безусловно, это нужно было сделать. Мудрости не хватило ни воли, ни мудрости нет. Ни у кого. Поражение Украины в этой войне отрезвит тех, кого вы сегодня критикуете на Западе? Нет, конечно. Их не может отрезвить. Здесь вопрос не пьяный или трезвый, а вопрос умный или глупый. Как может отрезвить, если человек глупый? Украина проиграет войну? Мы делаем все, чтобы нет. Людей явно не хватает. Вроде оружие есть, что может спасти ситуацию? Гиперактивная поддержка со стороны Штатов и поставка того количества вооружений, которое они просят. Безусловно, они очень боятся, чтобы стреляли по территории России. Те лицензии, которые выдаются сейчас, что это строго только военные объекты, в них есть безусловная логика. Просто им очень не хватает. И выглядит так, что Украине дают вооружение, когда не получаются переговоры, тайные переговоры с Путиным. Им по каплю выдают больше. А сейчас будешь договариваться? А вот давайте, а сейчас F-16 передаем. А сейчас будешь договариваться? Вот такое впечатление, что базар идет вот такой. Вы часто бываете в Украине, вы видите это усталость людей от войны? Да, это ужасно. Вы продолжаете собирать деньги на турникеты, на гуманитарную помощь для ВСУ? Мы привезли полтора месяца назад медицину, очень сложную, очень важную, много, на 200 тысяч. Целый месяц еще потом рассчитывали за нее, но все собрали. Сейчас в процессе покупки у меня вылетает аппарат, который сложные химические вещества вводит в кровь людям, у которых не работают почки, которых там на одного ребенка нужно 50, так как дети разъехались из Ахмадита. От МОЗа, Министерства здравоохранения, был заказ. Этот заказ мы взяли, больше чем наполовину оплатили. И вот сейчас дособираются там какие-то копейки, оставшиеся на это. Конечно, никакой большой другой я за август, наверное, брать на себя ответственности не буду. Если у нас будет в сентябре, если не будет переговоров, и в сентябре будет еще один ужин, мы, наверное, сосредоточимся на заявках МОЗа для детей, потому что я так спасаю свою психику. Вам говорят спасибо, украинцы? Да, говорят. А я и работаю за спасибо. Мне ничего больше не нужно. Вам важно услышать спасибо? Да, мне важно услышать спасибо. Я работаю за спасибо. Некоторые говорят, что в тишине нет. Я работаю за спасибо. Мне ничего не надо, кроме спасибо. И спасибо говорят, и здесь говорят. Вот я шел сюда, мне сказали спасибо. И мне абсолютно этого достаточно. — А по каким документам вы заезжаете в Украину? — У меня беженский документ, куда поставили визу уже вторую во время войны. У меня travel document беженца. И в прошлый раз люди не хотели меня пускать на КПП. Целый час им куда-то водили, звонили куда-то. Ну, понятно, звонили в СБУ, явно продемонстрировав мне, как мне не рады. — Но, казалось бы, вас все знают, почему? Это комплекс мелкого чиновника или что? — Не знаю, могли задержать и задержали. Ну, вчера полицейский три раза задал вопрос мне, легально ли я нахожусь в Латвии, ведь я же россиянин. А так как я политический беженец против России, я диссидент, я автоматически, понятно, имею право здесь быть. Вот, но, опять-таки, вот почему? Вот он узнал меня, вот почему задал мне три раза этот вопрос. Вот почему? Потому что может. — Вы сюда тоже заезжаете в Латвию с travel document? — Конечно. С чем я? С усами, лапами и хвостом. — Есть ли у вас возможность получить британское гражданство? — Уже восемь лет как. — Почему вы его не получаете? — Ну, потому что это какая-то защита. Ну, вот как сейчас кого-то арестовали в Монтенегро, в Черногории, в стране НАТО, и одной из активисток, и ей грозит высылка в Россию, она сидит в тюрьме. Когда я был в Монтенегро, где встречался с папой, если бы меня там арестовали по какому-то российскому запросу, они должны были бы в первый самолет меня посадить и отправить в Англию. В этом разница. — То есть travel document иметь более выгодно, чем британский паспорт? — Нет. Не дают визу, долго мнут. Каждый раз где-нибудь в Германии или в Австрии собирается целый консилиум, мнут мою ксиву, снимают меня с рейса, не понимают, звонят куда-то, надувают щеки, ведут себя как с преступником. — Каждый раз в Польше, когда я сижу в этой прокуренной комнате, у меня ходит каждый, берет этот документ, смотрит его, листает, как фамилия водителя, какой инвойс, где ты был до этого, а где вот штамп, по которому ты выехал из Франции в мае прошлого года. — И вот этот бесконечный многочасовой поток, который мне приходилось слышать, меня, честно, достаточно прилично вынес, потому что это отчасти поражение в правах, кроме права не быть экстрадированным в Россию. — То есть если вы получите британский паспорт, есть шансы, что... — Как Маяковский говорил, с уважением к Лёве, который там изображен. — Я не пойму, почему вы не получите британский паспорт? — Потому что с британским паспортом в той же Черногории, если бы у меня был запрос, они могут рассматривать по существу. И так как у меня продолжает быть российское гражданство, отгрузить меня в Россию, даже если у меня есть британский паспорт. — А если страна подписала 51-ю конвенцию по беженствам, в первый самолет и назад в Юкей. — А ваши дети британцы? — Все. У них все нормально. К сожалению, у троих из четырех детей есть и российское гражданство. Но вот ребенок, который родился уже во время войны, российского гражданства не имеет. Ему не грозит армия. Призывная. Российская. — Ваши дети станут настоящими англичанами? — Да. — И делаете ли вы все, чтобы они стали частью британского комьюнити? — Так она эта школа делает. Эта комьюнити делает. Безусловно. Я бы, конечно, не хотел потери русской культуры, но, безусловно, она с разной степенью будет потеряна. — Не знаю, вы смотрели интервью с Тиньковым, который сказал, что даже если в России сменится власть, я не поеду в Россию. Я не хочу видеть тех людей, которые поддерживали войну, принимали в ней участие. Мне это претит. Вы оставляете для себя шанс вернуться в Россию? — Если поменяется власть на либеральную, я, безусловно, съезжу посмотреть. — Как турист уже, наверное, да? Или как участник? — Не знаю. Как соучастник. Надеюсь, как соучастник. — Народ должен нести коллективную ответственность? — Чушь собачья. Любой адепт коллективной ответственности — протофашист. Любой адепт коллективной ответственности — это фашист-лайт. Если человек считает, что наличие паспорта влечет за этого ответственность и ограничение правд, до факельных шествий сжигания книг и концлагерей — просто несколько шагов ровно в этом же направлении. — Это феноменальная запредельная глупость, которая показывает слабость европейской демократии, из-за которой война все еще длится, потому что они выбрали себе врага в виде уехавших русских, потому что с нами воевать легко, просто. Мы законопослушные, мы по правилам, мы здесь. У нас здесь визы, дети, дома. А воевать с Путиным сложно, поэтому с ним не воюют, ему платят за нефть, а с нами воюют. — Насколько изменилось ваше отношение к таким людям, которых причисляют к реформаторам, Греф, Кудрин, Христенко, с которым связываются реформы нулевых годов? — Тогда они были классные, сейчас соучастники военного преступления. — Они должны сидеть в суд в Гааге? — Суд в Гааге, приговор, Машка, Крытка. — Вы готовы давать там показания, быть общественным обвинителем? — За всеми, за всеми, да, конечно. Они все соучастники большого военного преступления. — То есть никакого сочувствия? — Никакого. — Они уже полностью вписались в эту систему или ждут часа, когда что-то поменяется? — Не знаю, все равно. Если человек, завершив контракт в течение полугода, окей, года после начала войны, аккуратно отполз, уволился и откатился, это одно. А если нет, то... — Какие чувства у вас вызывают сегодня Михаил Фридман и Петр Авин, чей бизнес еще в России? И Фридман, по-моему, живет в России. Он тоже соучастник? — Будет возможность... Нет. Нет. Бизнесмен — это другое. Бизнесмен — это дойные коровы режима. Те идут на работу туда, а бизнесмен работает на себя, а режим его доит. Будет возможность пойти в суд в любой стране. И, насколько я понимаю, руководство государства Латвии вступило из-за Авина, чтобы с него сняли санкции в Европе. В этом порыве я вместе с руководством государства Латвии. Я считаю, что с них должны быть сняты санкции. Если бы у них не было санкций, они бы остались жить. В Великобритании, Латвии и прочих странах, где был ореол обитания, а также огромные затраты, так как это люди состоятельные, огромные налоги и чудовищного размера инвестиций через их люксембургскую компанию. Знаете, какой размер инвестиций в общей сложности? Сколько активов было на момент войны? — Десятки миллиардов долларов. — Да. — Но тут есть одна нестыковка. Допустим, Запад откроет ворота для предпринимателей уровня Фридмана, Потанина, Алишера Усманова, но и далее по списку. — Да, и там деньги закончатся. — Как они выведут свои деньги? У них там производство. Ну как, Потанин бросит на рельский никель и переедет, и Якову перевезет деньги? — Может быть, он продаст его в ВТБ и уедет. Кто знает? — Но вы это говорите с расчетом на то, что эти люди могут что-то полезное сделать для оппозиции? Раз, для ВСУ – два, для Украины – три. — И делать менее полезного для путинского режима. Это очень талантливые люди, и за эти таланты нужно рубиться. Если бы я был диктатором в лучшей стране мира, я бы сделал все, чтобы эти люди жили и работали в моей стране. Если бы я был шейхом отдельного острова Мадагаскар, я бы сделал все, чтобы... Я процитирую это название спектакля. «Жиды города Питера жили у меня». Каков градус ненависти в Украине к русским, к россиянам? Он уже стабилизировался или он продолжает расти? — Ну, я исключение. Я не испытываю его на себе. А так, наверное, очень разное. Зависит от того, как человек близок к фронту, сколько он потерял и кого. — Вы говорите по-русски в Украине. — Естественно. Я более того хочу сказать, что по центру Украины, если идут две интеллигентного вида женщины в шляпах красивых, если подойти сзади, четыре против одного, что они говорят на русском. — В прошлый раз, когда мы с вами говорили, отвечая на вопрос, как помирить украинцев и русских, вы сказали, что помирить их может только экономика и бизнес. — Купцы всех все помирят, как это всегда бывало. Давайте не будем, как говорил сапер, не будем забегать вперед. Я вам точно говорю, как оно будет, и мы будем свидетелями этого. Очень большая граница общая и очень большая разница экономических запросов. Поэтому, видите, нефть, этот самый, простите, газопровод до сих пор идет. — Я как раз хотел напомнить. — Вот, 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 это то, как оно и будет. Газопровод, ягодопровод, яблокопровод и так далее. А здесь пчелы против меда, они не летают, поэтому, как только у людей, у просто обычных людей будет возможность торговать, будет торговать. — Может быть, неожиданно для вас вопрос, но осталась ли у вас бизнес-хватка, какая была в 90-е годы? — Нет, конечно. — Растеряли мастерство? — По степени риска, которую мы тогда позволяли себе, мне просто страшно сейчас. Ну, это слабоумие и отвага, то, что было в 90-х. Ну, реально. Ошибка выжившего в чистом виде. — Я посмотрел эту вашу лекцию, вы как раз даете советы молодым предпринимателям. Какие? — Как не надо поступать. Ну, у меня в основном, у меня есть, историями успеха все размахивают, как пенисами. Вот, я как раз обычно, у меня предостерегающие вот эти все мои. Я на своем примере рассказываю об ошибках, как мне надо делать. И на это есть спрос, кстати. — Людям интересны ваши ошибки. — Ну да. — А вы сейчас успешный бизнесмен? — Нет. — Но у вас есть два бизнеса. — Судя по тому, что, нет, бизнес и есть, но тот критерий градации успеха, который бы мне хотелось, они, надеюсь, впереди. — Евгений, несмотря на грустную беседу, я хочу вас поблагодарить. Мне было очень интересно. Спасибо вам, что пришли. — Спасибо большое. Спасибо. — Моим гостем был общественный деятель, предприниматель Евгений Чичваркин. — Спасибо.